Наши спортсмены, раздвинувшие привычные границы возможного, восхищенные иностранцы в горах Алматы, артисты на Нью-Йоркском Тайм-Сквер, ожившие ретро-фотографии в национальном стиле. Весь уходящий год Казахстан и казахстанцы через всемирную сеть завоевывали сердца жителей планеты. Как это было, расскажет Ергаре Рамазанула. Казахстанцы весь год громко заявляли о себе на весь мир, благодаря Геннадию Головкину, Елене Рыбакиной и другим талантливым спортсменам. О нашей стране хорошо знают любители бокса и тенниса. В этом году удивили и наши футболисты, которые показывали феноменальные и абсолютно беспрецедентные результаты. Когда весной сборная Казахстана сенсационно обыграла Данию в квалификации Евро-2024, зарубежные СМИ начали соревноваться друг с другом в красноречии, расхваливая наших спортсменов. Казахстан отыгрался, проигрывая с разницей в два мяча, чем ошеломил Данию. Казахстан забил три мяча за 17 минут и одержал невероятную победу над Данией. Казахстан продемонстрировал настоящее качество камбэка в матче против Дании. Поражение Дании от Казахстана – самый большой сюрприз квалификации на Евро. А поклонники одного из самых известных казахстанских певцов на планете, Димаша Кудайбергена, устроили ему сюрприз в 29-й день рождения. Фотографии артиста украсили главную площадь американского Нью-Йорка – Тайм-сквер. Алматинский предприниматель Багдаулет Бегжанов популяризирует казахстанскую культуру в соцсетях. С этим ему помогает искусственный интеллект. Накануне молодой человек опубликовал видео, на котором ему удалось оживить ретро-фотографии. На это у парня и его товарищей ушло 4 дня, но результат стоил того. Благодаря новым технологиям мы это можем делать сами, причем не имея образования аниматора. Я сам не художник, не аниматор, но у меня получается делать такие вещи. Уметили, что аудитория интересуется, это все же только начало. Мы никакой коммерции от этого не получаем. Это чисто лабораторная такая работа, творческая. В конце года внимание мирового сообщества вновь было приковано к Казахстану, однако на этот раз похвалу принимал Кабмин. Причем не от кого-нибудь, а от голливудской звезды первого эшелона. Леонардо Ди Каприо на глазах 62-х миллионной аудитории в Инстаграм поздравил правительство нашей страны с восстановлением популяции исчезающих сайгаков. Это можно считать высокой оценкой, учитывая, что звезда Титаника много лет является активным зоозащитником, который на мировом уровне борется за сохранение окружающей среды. Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, надежное правоприменение и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером истинного успеха в области охраны природы, достигнутого совместными усилиями. Все больше и больше людей открывают для себя нашу волшебную страну, красоты ее природы, талантливых, а самое главное, добрых и гостеприимных жителей. Они рассказывают о Казахстане в соцсетях и удивляют яркой картинкой миллионы интернет-пользователей с разных уголков планеты. В 2024-м есть все шансы побить новые рекорды и еще более наглядно показать, что такое Казахстан. И самое главное, кто такие казахстанцы. Ергалира Мазанула, Анара Нуртазина, Осет Елембаев, Astana Times.